Здравствуйте, уважаемые клиенты и партнеры компании eMarkets. По традиции для вас я сделаю еженедельный обзор рынков с точки зрения пресса и с точки зрения ВСА анализа. Посмотрим с вами некоторые форекс-пары, также рассмотрим золото и также рассмотрим вами любимый биткоин. Внизу в комментариях вы можете увидеть тайм-коды для того, чтобы не смотреть это видео целиком. Зайдите, посмотрите, я думаю, что обязательно тот инструмент, который вы торгуете, мы сегодня рассмотрим. Пара евро-доллар. Взлетаем на фундаментарии, дамы и господа. Дошли до уровня, который я обозначил еще черт знает когда, я уже даже не помню, сколько недель это было. По-моему, еще даже до нового года я делал анализ для компании eMarkets и вот там, собственно говоря, обозначил этот уровень. И это уровень, собственно говоря, продавца, тогда я говорил, это уровень 1.13.308. Вполне можем откатить, собственно говоря, от него к диапазону 1.122.44. Но говорить о каком-то глобальном таком развороте, если честно, я бы опять-таки не стал. В рынках очень много фундаментала и, конечно же, все как бы кричит о том, да, что покупаете меня, пока, собственно говоря, такая распродажа, но опять-таки покупайте, но делайте это очень осторожно. Растущие объемы говорят, конечно же, о интересе толпы, дальнейшее движение рынка вверх. И, конечно же, усилие, собственно говоря, усиленное движение свидетельствует всегда о неком развороте, о ближайшем развороте. Но опять-таки сейчас рынок больше эмоциональный. Полагаю, что после коррекции мы дальше пойдем, собственно говоря, вверх. Ближайшая цель – это уровень 1.15.035 и 1.15.870. Это уровни, собственно говоря, октября. Что я имею в виду? Вот вроде бы вам здесь дал, знаете, такой некий намек на разворот и в то же самое время говорю покупать. Это говорит о том, что у нас в рынках возрастает вероятность разворота, но пока технически ничего об этом не говорит. То есть мы как бы предполагаем, что если что, сейчас может быть разворот. И если вы находитесь в прибыли, имейте это в виду, да, как бы-то скиньте половинку там позиции, немножко скиньте, поскольку вероятность разворота в рынках присутствует. И если этот разворот начнет формироваться, начнет потихонечку, собственно говоря, разворачиваться, конечно же, мы можем уйти в этот разворот достаточно серьезно. Но пока что технически его, к сожалению, нет. Перейдем теперь к фунту. По фунту аналогичная ситуация, дамы и господа. И знаете, здесь фунт находится в немалверном, собственно говоря, взлете. Это даже не тренд. Это серьезно, это не тренд в классическом понимании слова. Это просто взлет. Это ракета. Это ракета на фоне фундаментала. Вот можно так это назвать. И если честно, по правде сказать, опять-таки, давно я такого не видел. Я очень часто буду произносить эти слова. Давно я такого не видел. Однако прошло заметить увлечение медвежьего объема. И опять-таки, пока что достаточно рано говорить о развороте. Но объем, обратите внимание, он достаточно резко и быстро появляется. И, конечно же, это говорит о том, что в рынках, опять-таки, как и в случае с евро, возрастает вероятность разворота. И потихонечку все походит на некую коррекцию. Можем уйти в откат до уровня 1.30000. Последующий флетовый затормоз, когда, мои господа, ближайшая цель ланга, это, конечно же, 1.31015. Перейдем к японской иене. И, кстати, давно я такого не видел. Дошли до лаев. Причем, дошли до очень важного уровня для этого инструмента. Это 105-144. И объем просто бешеный. Просто бешеная волатильность. Опять-таки, давно я такого не видел, дамы и господа. Вполне можем упасть еще ниже. И на рынках фундаментал, дамы и господа. Помните это дело. Ближайшая цель, это уровни 2016 года, а именно диапазон 102-740 и 100-262. Австралиец. Находимся у важного ключевого уровня. Это 66-595. И, конечно же, можем там немножечко замедлиться. Точнее, мы там сейчас уже замедляемся. И, вполне вероятно, сможем упасть от этого уровня. Рынок просто кричит о том, что он немножечко перекуплен в моменте времени. Перекуплен локально. Однако, имейте в виду, что рынок сейчас находится, конечно же, в таком немножко подвешенном состоянии. Пока еще, собственно говоря, разворот не стал формироваться, не стал разворачиваться. И, с одной стороны, у нас растут вроде бы как бы бычьи объемы. С другой стороны, у нас есть очень сильные медведи. По этой причине будем, конечно же, внимательно следить за австралийцем и за инструментом. Если свалимся ниже уровня 665-810, то, в принципе, пойдем к лаям. Это 64-570. Если нет, идем к ближайшим хаям. Это уровень 67-347. Перейдем теперь к золоту. Волатильность просто бешеная. Одному богу известно, на самом деле, сколько трейдеров здесь послевало свои депозиты. И самое смешное, что запас хода движения вверх, он еще присутствует. Если честно, я ожидал такой взлет. Если помните, я давал очень много рекомендаций о том, что покупать золото, покупайте, покупайте, покупайте. И, если честно, я не ожидал, что прям это будет вот прям ракет, прям взлет. Это просто давно я такого не видел. Идем по золоту. Знаете, здесь имеем даже достаточно хорошего покупателя. Несмотря на хай, мы имеем достаточно хорошего покупателя, который показывает себя на объемах, который показывает себя на шпильках, который показывает себя на общем движении. И тактика, конечно же, следующая. Пробиваем последующий хай, очень осторожно залетаем в это, собственно говоря, движение и потихонечку летим к уровню 17.52. Если говорить о продажах, то, если честно, я бы вообще не продавал золото. Ну, вот серьезно. Однако, если руки чешутся, прям вот мочи нет, да, вы считаете, что все обвалится и так далее, ждите коррекции к 16.32 и вот там уже можно будет, знаете так, более-менее консервативно, практически без риска продать данный инструмент. Но, опять-таки, очень-очень осторожно. Пока что у нас достаточно такой бычий взгляд на золото. Посмотрим. Хотя многие трейдеры сейчас пишут, что они продают усиленно золото. Возможно, возможно, знаете, если вы уже в прибыли находитесь, ну, скиньте часть, потому что золото сейчас достаточно дорогое. Но, опять-таки, запас хода наверх присутствует, вот что странно. Биткоин. Опять мы находимся в очень красивом бычьем движении. И вроде бы у нас здесь и покупатель присутствует, знаете, и все как бы тут у нас красиво смотрится. Но обратите внимание, как рынок снижает диапазон и потихоньку стал, знаете, замедляться. Вот он потихонечку заваливается, замедляется, он уходит в какую-то коррекцию. Будьте осторожны с покупками, дамы и господа. Впереди очень много и, знаете, достаточно важных таких уровней. И в целом ситуация достаточно подозрительная. Как бы это ни говорило о том, что, знаете, нам надо бы немножечко отказаться от лонгов. Но нужно иметь в виду, да, что биткоин у нас в целом будет возрастать, вообще в целом так глобально. Но на данный момент можем уйти в коррекцию. Я бы не стал покупать, если честно, вот прямо сейчас. И очевидно, что в рынке произойдет очередной развод, собственно говоря, лонгов, лонгистов. И после этого уже тогда начнется нормальное движение. Что я имею в виду? Сейчас можем упасть, упадем достаточно, можем даже больно немножечко упасть до ближайших таких лоев. И с последующим дальнейшим движением наверх. Это то, что я, собственно говоря, вижу по биткоину. Удачи вам на следующей неделе. Еще раз скажу, что в рынках достаточно большая волатильность. Знаете, все достаточно сильно падает. И самое лучшее решение это просто ничего не делать на самом деле. Кто бы что не говорил вам, что это хорошая возможность для заработка и так далее. Ничего не делайте. Опять-таки будете сейчас покупать с расчетом, знаете, на инвестиционную какую-то модель, на инвестиционную какую-то идею. Это очень модно сейчас почему-то стало покупать, собственно говоря, на минимальных точках. Я сколько себя помню, всегда у меня это всегда заканчивалось плохим. Если у вас мотивация вот упала и сейчас дешево я куплю, это хреновая на самом деле мотивация, которая обычно приводит к сливу. А я тому, что называется, живой пример. Слава богу, депозитов не сливал в свое время, но убытки из-за конкретно вот такой философии получал неоднократно. Поскольку, опять-таки, нужно иметь немножко большую мотивацию, нежели упало, я решил купить. Это плохая на самом деле мотивация. Опять-таки, если вы будете сейчас продавать, например, то продавать уже поздно. Где гарантия, что мы уйдем еще ниже, например. Понятное дело, что мы немножко можем уйти вниз, и рынок может уйти в некую флетовую коридор, и вообще все на самом деле плохо. Так уж хотите вы, собственно говоря, продать, купить, используйте пониженные объемы. В рынках сейчас у нас, собственно говоря, очень много риска. В рынках, рынки достаточно волатильны сейчас. И это с одной стороны только плюс, с другой стороны это, собственно говоря, минус. Если вы на самом деле встанете в нормальное, правильное движение, поверьте мне, даже небольшим объемом вы заработаете. Я продал всего лишь 25 лотов к московской бирже. Так извините меня, я практически, знаете, заработал такую нехилую, собственно говоря, прибыль на вот этом, собственно говоря, падении. И как бы, ну это все, о чем вам нужно знать, да. Во всяком случае, понадеемся, что рынки будут потихонечку отрастать, и что рынки потихонечку будут вырастать. Во всяком случае, мне бы очень не хотелось бы, чтобы, знаете, опять-таки, аналитики на РБК смеялись над тем, что у нас индекс РТС стоит 500, пили бы водку в прямом эфире. И это было бы не очень хорошо. Всем удачи на ближайшей неделе. Зарабатывайте. Профита вам. Счастья. Здоровья. Берегите себя.